...вопросы о развитии психики. Сегодня во второй половине пары мы пишем с вами тест. И так, я надеюсь, что мы сегодня успеем закончить тему о психике, то на следующей неделе мы сразу пишем тест по третьей теме. То есть на следующий понедельник у вас тест по третьей теме. Всего у вас будет 5 тестов, для них с его курсом. Теперь еще небольшая такая проблемка у нас возникла. Те люди, которые пишут тесты после всей основной массы пишущих, они пишут тесты лучше, в среднем, чем все остальные. Ну, видимо, потому что сдают на неделю, позже на две недели, позже пишут тест. Поэтому у меня сразу объявление, и те, кто будут переписывать тест позже, через неделю, то они автоматически получают за тест на 5 баллов. Я думаю, это будет справедливо по отношению к тем, кто сегодня пришел, кто вопросы увидел в первый раз. Я думаю, это будет правильно. Есть возражающих, нет. У вас возражающих нет, тогда давайте начнем, а точнее продолжим с нашей третьей теме, посвященной психике. И мы с вами остановились на четвертом уровне развития психики, свойственном только человеку. Этот уровень развития психики носит название сознание. Мы с вами записали определение сознания, и в небольшом экскурсе, в небольшом сравнении между уровнем развития психики высших животных и уровнем развития сознания человека пришли с вами к выводу, что, по сути, сознание, которое представляется для нас, для людей, в виде умственных, интеллектуальных и зрительных образов, они фактически в том же самом виде присутствуют и у высших животных. То есть точно так же, как и человек, мыслят у нас высшие животные, особайшие, кошки, слоны, дельфины и так далее, и так далее. Но при этом нужно отметить следующее. Сам механизм протекания сознательных действий у человека, он значительно отличается. Прежде всего, отличается за счет словесно-логического образа мышления, то есть за счет наличия в этой знаковой системе, системы слов. То есть слоны, они мыслят точно так же, как человек. Единственное отличие, они при этом еще не могут и мыслить словами. А зрительные образы, восприятие ощущений у них приблизительно то же самое. Насколько я помню, мы с вами остановились на таком определении, определении «я-концепции». Это то, что есть у каждого человека. Давайте запишем, что это означает. Итак, «я-концепция» у нас заключается в совокупности представлений человека как совокупности представлений человека о самом себе, об окружающей действительности и о своем месте в обществе. То есть фактически вся та информация, которой вы владеете об окружающем мире, вся та информация, которая так или иначе определяет вас как элемент окружающего мира, то есть какое место вы в этом мире занимаете, вся эта информация находится как раз в этой «я-концепции». Важнейшая подструктура «я-концепции», мы о ней уже с вами говорили, это понятие самооценки. То есть помимо того, что мы представляем собой некую систему в окружающем мире, мы в этой системе себя пытаемся определить. При этом уровень социального взаимодействия для человека настолько сложный, что оценивая сами себя в окружающем мире, мы еще автоматически накладываем несколько оценок, но вот давайте сами для себя попробуем их придумать, да мы с ним. Итак, во-первых, я представляю, что я из себя представляю в этом мире и какое место я в нем занимаю. Это моя личная самооценка. А во-вторых, самооценка, которая опирается на мнение окружающих. Я представляю, как другие люди определяют, какое место я занимаю в окружающем мире. То есть я представляю, что другие обо мне думают. И третий уровень, как я представляю, как другие представляют меня в окружающем мире. То есть вот этих вот уровней большое количество, можно там выделить, немножко пойти дальше, но они опираются вот на такие слова, как, во-первых, эмпатия, мое представление об окружающем, мое способность, моя сопереживая другим людям, и способность к рефлексии. Это насколько я представляю, как другие представляют меня. То есть вот эти два базовых механизма, которые находятся в формировании самооценки. Очень сложно, допустим, мыслить себя замечательным человеком и при этом подозревать, что другие люди к тебе относятся отрицательно. То есть для себя нужно как-то вот эти вещи обосновывать. Формирование я-концепции происходит у ребенка с самого раннего возраста, и фактически вот многие эксперименты показали, что ребенок уже в возрасте двух-трех лет может себя оценивать в какой-то степени, в какой-то там степени успешным или неуспешным. Представление самооценки закладывается до возраста шести лет. То есть у нас есть три уровня, три стадии самооценки, если вы помните, мы о них говорили. Первый уровень – это неодекватно заниженная самооценка, когда мы себя оцениваем очень плохо. Второй уровень – это самооценка адекватная, когда мы себя воспринимаем благоприятно. И третий уровень – это неадекватно завышенная самооценка, когда мы себя воспринимаем чью-чью хорошо. Так вот, когда у нас в течение жизни такое явление, как самооценка, формируется, обратите внимание, для подростка-дошкольника, для младшего школьного возраста свойственно неадекватно завышенная самооценка – это нормально. Когда у ребенка дошкольника спрашивают, кто самый умный ребенок в классе, он должен сказать, я самый умный ребенок в классе. Чья мама самая красивая? Моя мама самая красивая. Чей папа самый сильный? Мой папа самый сильный. Хотя вполне возможно при этом он двоечник, что мама у него, к сожалению, не красавица и папа тоже не силач. Но при этом он себя воспринимает самым успешным и так должно быть в дошкольном возрасте. В подростковом возрасте человек проходит период кризиса самовосприятия. То есть мы начинаем адекватно на себя смотреть и мы понимаем, что мы не самые красивые, возможно мы не самые способные, не самые сильные, не самые успешные. И при этом подросток начинает себя ценить даже ниже, чем некое адекватное представление о себе. И многие вот эту вот позицию сохраняют на всю оставшуюся жизнь. Ну и считается, что к периоду взрослого возраста, то есть там к периоду АТМЭ, это с 30 лет. Ну и желательно, чтобы этот период начался где-то в возрасте профессионального восстановления, в периоде с 18-20 лет, то есть в вашем возрасте. Самооценка приобретает некие черты адекватности и она отражает объективный взгляд взрослого человека на самого себя и на окружающий мир. Что дает Я-концепция в плане развития всей жизни? Базовая вещь, которую дает Я-концепция, вот это вот представление об окружающем мире, мы соответствуем той среде, в которой мы находимся. Мы адекватно ее воспринимаем. Инструмент, который позволяет адекватно воспринимать окружающий мир, различать хорошо или плохо то, что вокруг происходит, называется критичность. Запишите себе, что такое критичность. Критичность это способность осознавать различия между хорошо и плохо. Благодаря критичности у человека появляются некие идеалы, некие представления о ценностях. То есть мы какие-то вещи ценим, какие-то мы вещи не ценим. При этом вот критичность, основанная на Я-концепции, она может быть свойственна не только отдельному человеку, но и неким социальным группам. То есть, например, вот в данном случае вы студенты физики. Вполне возможно, если я вам скажу, как вы относитесь к сериалу «Теория большого взрыва», скорее всего вы его оцените положительно. Потому что он соответствует неким внутренним установкам, идеалам, ценностям о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это вот ваше представление о критичности в пределах социальной группы. Таким образом, если я скажу что-то, что не должно нравиться физикам, то вполне возможно, вы к этому будете относиться, отрицать. Каким образом человек усваивает вот эту оценку? Почему мы вдруг догадываемся, что есть хорошо, что есть плохо? Самая важная вещь, человек, который формирует я-концепцию, он склонен многие вещи воспринимать некритично. То есть, мы не воспринимаем и не осмысливаем многие ценности, которые у нас есть. То есть, вы любите определенные фильмы, но не потому, что они вам как-то внутренне нравятся, удовлетворяют какую-то вашу потребность. А потому, что ваши друзья, та компания, с которой вы общались в подростковом возрасте, они вам сказали, что вот эти фильмы хорошие, давайте смотреть их. И после этого человек уже начинает некритично к чему-то относиться, формирует те ценности, которые он выводит. Итак, что дает человеку сознание? Запишите себе. Сознание дает человеку возможность действовать самостоятельно. Сознание дает человеку возможность действовать самостоятельно. Сознание дает человеку возможность действовать самостоятельно. То есть, если мы видим с вами, что любое животное, так или иначе, в своей жизни опирается на взгляды, ну, не на взгляды, а на то, что происходит во внешней среде. То есть, животное что-то всегда побуждает снаружи. То человек способен сам, во-первых, выбирать свою линию поведения, во-вторых, он имеет возможность определять сам для себя, что для него важно, что для него не важно. Вот эта вот степень самостоятельности означает, по сути, уровень развития сознания человека. И отметьте себе, что я-концепция у нас является все-таки ядром системы саморегуляции. И всю воспринимаемую информацию об окружающем мире человек преломляет вот через это вот ядро, по сути, через ядро своей личности. То есть, все наши ценности, они преломляются через нашу личность. Все, что мы имеем возможность наблюдать в окружающем мире, так или иначе, обосновывается нашим предыдущим каким-то внешним социальным опытом. Мы с вами, кажется, я вам показывал небольшой эксперимент с фигурой, помните? Там, где рисовали букву А, О, Б, помните? Нет. Или не показывал? Вот давайте в качестве примера я себе показывал, покажу. Эксперимент обычно показывают на людях, то есть часть людей выводят, потом заводят, просят прочитать то, что нарисовано на доске. И что читает человек? Ну, вы как первые святой, которые вдруг зашел, соответственно, вы читаете А, О, Б. И что делает исследователь после этого? Он убирает верхний и нижний символ и заменяет их другими. И следующий человек, который заходит, автоматически читает 1, 0, 2. Третий человек, над которым проводится эксперимент, он заходит и видит вот такую картину. Ему нужно назвать то, что нарисовано. Он называет треугольник, круг, квадрат. О чем это говорит? То есть один и тот же символ, он не меняется на протяжении всего эксперимента. Он воспринимается по-разному. Точно так же сознание человека, вот основываясь на этом примитивном примере, можно сделать такой смелый вывод о том, что человек видит или воспринимает некие объекты только в связи с окружающими объектами. То есть мы опираемся на свой предыдущий опыт, на взгляд, на некий контекст в том, чтобы сформировать свою точку зрения на то или иное явление. Фактически личное мнение человека на то, что действительно на самом деле изображено, оно, как правило, не имеет глобального значения в жизни человека. То есть возможность опираться на контекст, выделять какие-то части, значительные части, на основе их делать вывод, это вот то явление, которое позволяет человеку именно управлять своим сознанием, управлять своим поведением. Но зачастую, несмотря на то, что таким образом мы принимаем решение быстрее, мы можем быть недоинновидными, можем не рассматривать предметы во всем их многообразии и так далее, и так далее. Что еще отличает глобально человека, человеческое сознание, какую возможность это дает человеку, в отличие от его животных? Такая возможность, как возможность трудиться. Труд у нас является проявлением способности к сознательной деятельности. Труд является проявлением способности к сознательной деятельности. На основе реализации механизма формирования и оперирования психическими указами. Очень часто, когда начинают затрагивать вопрос к трудному, многих выстекает мысль, ну как же многие животные, точно так же, как и человек, он затрудится. Кто считает так же? Кто считает, что животное может трудиться не хуже, чем человек, и по сути это одно и то же. Остальные либо другую точку зрения имеют, либо вообще как-то не задумываются. На самом деле, ни одно живое существо, кроме человека, трудиться сознательно, осознанно ставя само для себя цели, не имеет возможности. То есть тот же слон, который под присмотром человека выполняет какую-то рабочую службу, не имеет сознательной цели добиться какого-либо результата. Но вот исключением, наверное, являются некоторые высоко организованные насекомые, там, пчелы, муравьи, бобры, которые строят плотину и так далее, и так далее. Но по сути, вот исследователи, зоопсихологи, которые рассматривают эти вопросы, они говорят о том, что поведение животных, оно во многом инстинктивно, то есть неосознанно. А труд у нас является именно представлением, поведением осознанным, с ярким представлением о том цели, которую может человек добиться. А если мы рассматриваем каких-то даже высших животных, рассматриваем их способы производства, их способы труда, то вот, допустим, наук и его деятельность по вовле других насекомых для того, чтобы питаться. По сути, это тот же самый труд, но паука, вы знаете, легко обмануть. Если вы будете дергать паутину, то инстинктивное поведение паука заставит его там бегать, искать тот объект, который дергает паутину и так далее, и так далее. То есть здесь какой-то осознанности, какой-то осмысленности в действиях нет. Таким образом, у нас труд — это одна из характеристик третьего уровня развития психики, четвертого уровня развития психики — развития сознания. Итак, мы с вами по уровням развития психики можем сделать следующий вывод. Развитие психики у нас проходит четыре стадии. Стадия первая. Между прочим, можно себе отметить, что вот эти уровни развития психики животных организмов, живых организмов, мы берем по Алексею Николаевичу Невунику. Немножко позже Алексей Николаевич доработал свою теорию, и мы с ней будем знакомиться в конце сегодняшней темы. И вот эта вот концепция развития будет носить имя Леонтьева фабрик. Итак, уровни развития психики живых организмов по Леонтьеву включают в себя четыре стадии. Стадия первая — это раздражимость, когда живое существо всего лишь отражает ту объективную реальность, которая его окружает. То есть, по сути, мы каким-то образом меняем среду, и живое существо, пытаясь приспособиться, адаптироваться к тому, что происходит, пытается как-то там себя проявить. На второй стадии развития, на уровне чувствительности, у живого существа появляются ощущения. То есть, ощущения, чувства аналогичные человеку — это либо зрение, либо слух, либо чаще всего это просто осязание. Но живое существо начинает их дифференцировать и начинает формировать внутри себя некий образ, субъективный образ окружающего объективного мира. То есть, в каждом живом существе на втором уровне развития появляется представление о том, что его окружает. А это уже, ну, если далеко заберут, некие зачатки памяти, некие зачатки мышления. На третьем уровне развития психики появляется поведение высших животных. Это поведение, которое опирается прежде всего на условные рефлексы, о условных рефлексах, о теории Павлова мы сегодня еще поговорим. И на последней, четвертой стадии развития мы говорим о сознании, то есть о некой осмысленности поведения, которой свойственно понятие «я-концепции», свойственно понятие критичности и способность к осуществлению трудовой деятельности. То есть, то, что характеризует четвертую стадию — это сознание человека. Итак, четыре уровня развития психики живых организмов — раздражимость, чувствительность, поведение и сознание. Есть два базовых вопроса, которые всегда интересуются в развитии сознания исследователей. Вопрос первый — в чем, собственно, состоит функция сознания? К сожалению, однозначного ответа у нас современная психологическая наука дать не может. Но вот как бы обратитесь сами к себе, попробуйте себе вопрос задать. Зачем, собственно, человеку, ну то есть вам, нужно сознание? Можем ли мы сказать, что сознание позволяет человеку быть более приспособленным к миру, чем, допустим, уровень поведения, уровень развития психики, поведения, там, медведю, который живет в лесу? Вот представьте себя, поместите себя в лес, сможете ли вы быть более приспособленным к жизни в лесу, чем, там, медведь, чем волк, чем любое другое живое существо, для которого эта среда является родной родственником? А, к сожалению, скорее всего, нет. Очень многие вопросы, которые касаются творчества человека, то есть каким образом сознание человека дошло до возможности творить, рисовать картины? Каким образом мы можем сказать, что вот сознание человека, позволившее ему создавать культурное произведение, способствует лучшему выживанию? По сути, мы когда говорим про психику, мы говорим о том, что чем выше уровень развития психики, тем выше потенциал организма приспособится к окружающей среде, то есть выше способность выжить. Сознание, по сути, этой способности не удовлетворяет. Тогда почему мы говорим о том, что человек, как сознательное существо, он имеет возможность лучше приспосабливаться к окружающей действительности? На самом деле, в психологии все-таки базовой целью сознания называют все-таки обеспечение адаптацией. Причем адаптация у человека имеет многосторонний характер, и вот эта вот многосторонность, возможность адаптироваться к абсолютно любой ситуации, в которую человек попадает, в которую он физически способен выжить, как раз это и позволяет говорить о том, что сознание — это более высокий уровень развития. Что у нас обеспечивает адаптацию? Во-первых, отражение окружающей действительности, во-вторых, обеспечение целостности организма, то есть своеобразный гомеостаз, и третье — это регуляция поведения, подстройка его под то, что происходит. Обеспечение адаптации по направлениям делится на два вида. Направление первое — это внутренняя направленность адаптации, и благодаря вот этому процессу адаптации у нас обеспечивается постоянство внутренней среды. То есть организм поддерживает некий внутренний баланс. Так происходит как у человека, так и у всех фактически животных. И в этом плане человек дальше других животных не пошел. В чем человек пошел дальше? Так это во внешней направленности адаптации, потому что во внешней адаптации человек имеет возможность, контактируя с внешней средой, выстраивать свое поведение в зависимости от определенных норм и ценностей, которые не только встречаются в живой природе. То есть вот эти вот нормы, ценности, которые свойствуют только человеческому обществу, они по сути могут быть условлены только человеком. Но вот давайте я вам приведу небольшой пример, пример достаточно интересный. Два года назад в Соединенных Штатах произошел такой случай. Представьте себе, район, пригород, куда переехала... А вы слушаете меня? Честно говоря, я бы, знаете, что вам касается. Если вы очень хотите поговорить, вы можете выйти из аудитории, потому что на самом деле работать тяжело. Итак, семья молодая, муж, жена, двое детей. Приехали в пригород, купили себе дом, и они таким образом стали являться представителями среднего класса. Традиционно летом все семьи этого района выезжают за границу, ну, для того, чтобы отдохнуть. Ну, и в какой-то период они предупредили своих соседей, что они точно так же выезжают, что там в ближайшие две недели их могут не беспокоить, и две недели их не было. Потом проходит еще неделя, вторая, они так и не появляются, забеспокоились на работе. После того, как приехала полиция, выяснилось, что они задохнулись и находятся в собственном подвале собственного дома. То есть, что на самом деле произошло? А семья переехала, купила дом, у них там большие долги, не было возможности найти деньги на то, чтобы съездить в отпуск. Но при этом пренебречь социальной нормой, что раз мы средний класс, мы обязаны для этого куда-то выезжать. Побудила их, там, купить запас еды, с которым они бы могли прожить на протяжении двух недель, предупредить всех соседей и родственников, что они уезжают за границу, спуститься в подвал, закрыть полностью дом. И вот в этом подвале находиться. Произошла, к сожалению, утечка газа. Ну, они, соответственно, погибли. И вот ради того, чтобы соблюсти вот эту социальную норму, люди готовы пойти на то, чтобы рисковать своей жизнью, и, в конце концов, даже эту жизнь потеряешь. Но при этом выглядеть в глазах других людей там более представительными, более успешными, чем это есть на самом деле. То есть, с другой стороны, вот эта вот внешняя адаптация человека, вот эти возможности сознания, которые позволяют приспосабливаться, они часто играют в губитель. Но на самом деле, вот источники и последствия вот этой внешней адаптации, они кроются в каждом из нас. Это находится, ну, там, в сфере человеческих комплексов, в системе оценки самого себя, в попытке найти умиротворение с миром и так далее, и так далее. То есть, внешняя адаптация, она как имеет позитивную природу, так иногда может быть негативный характер. Еще один вопрос, который касается психики. Это вопрос об инстинктивном поведении. И сейчас мы, кстати, начинаем с вами второй вопрос лекции, который касается животных. Развитие психики животных. Можете себе отметить. Развитие психики животных. Развитие психики животных. Второй вопрос, кстати, вот. Когда мы говорили с вами про функции психики, второй вопрос, который базовый, касается психики, это проблема ее происхождения. Что, собственно, по-другому дело, психику появиться. Ну и традиционно мы с вами придерживаемся в этом вопросе, в ответе на этот вопрос, теории Чарльза Дарвина и теории происхождения в жизни опарина. Если помните, теория образования кольцового капель, которые имели возможность поддержать внутреннюю среду, в которой выживали и так далее. Ну вот, современная наука, в частности, приводит два факта, которые негативно оценивают теорию Чарльза Дарвина. И причем вот эти вот факты принадлежат кустам физиков. Я думаю, что вам будет, по крайней мере, интересно с ней в какой-то степени познакомиться. То есть, во-первых, теория образования жизни кольцового капель, из которых потом произошла первичная клетка. То есть, если помните по опарину, там все происходило следующим образом. То есть, полностью земля была покрыта водой. Эту воду постоянно подвергались они ударам. Эта вода поджигалась ударом электрического тока. И при этом вот этот вот бульон, как его называл опарин, он способствовал образованию жизни. То есть, за счет вот электрических разрядов произошло какое-то усложнение. Вот многие физики говорят, что под воздействием электрического тока вообще усложнение никакое не происходит никогда. Происходит, наоборот, распад на мельчайшие организмы. И если даже какая-то жизнь была, то она бы, скорее всего, в такой среде была уничтожена. И второй факт, который приводят, как правило, зоологи. Теория Чарльза-Дарвина, она подразумевает развитие некое древовидное. Обычно еще в кабинете биологии, в школе все помнят вот это вот дерево происхождение видов. И между типами не найдено ни одного промежуточного вида. То есть, казалось бы, птица была такой. Ну, то есть, развитие, если вы представляете, поэтапное. И мы всегда имеем дело с каким-то законченным этапом, с каким-то законченным видом живых существ. Но промежуточные типы между этими видами, они никогда не были найдены. То есть, какие-то прародители, кто считает, какие-то дочерние там. Ну, чтобы проще было объяснить, вот у нас дерево. И вот здесь, вот на вершинах дерева, у нас находятся те живые существа, о которых идет речь. Ни одного живого существа, которое находится на стволе, и которое является промежуточным типом, не найдено. То есть, вот эти вот факты, они во многом отвергают теорию Дарвина, но все равно отечественная психология у нас опирается на теоретический материализм и, таким образом, на теорию Дарвина, а вайна в том числе. Второй вопрос – это развитие психики животных. И считается, что психика животных у нас в какой-то мере, у нас все-таки является инстинктивной. Запишем в себе определение инстинктивного поведения. Итак, инстинктивное поведение – это видовое поведение, одинаково направленное у всех представителей одного и того же гибр животных. Таким образом, ученые приходят к выводу, что многие существа, которые обладают сложным комплексом, там, поведенческих реакций, в частности, там, муравьи, пчелы и так далее, они получают свои образцы поведения по наследству от тех живых существ, которые были до них. И таким образом, вот этот вот рефлекс вот передается из поколения в поколение на гибридическом уровне, поэтому в нем нет ничего сложного. Инстинктивное поведение у нас определяется биологической целесообразностью, и заключается в обеспечении возможностей существования и выживания конкретного представителя и либидо в целом. Каким образом у нас формируется поведение, каким образом у нас развивается психика несколько партнеров. То есть, во-первых, первое, что происходит, это дифференциация органов чувств у животных. То есть, если мы, допустим, говорим про простейшие микроорганизмы, допустим, про лёбу, про импузоринку, мы видим, что органы восприятия окружающего мира, они находятся на всей поверхности клетки, или на всей поверхности тела. Чем более сложное существо в процессе развития у нас формируется, тем больше необходимость в том, чтобы углавливать то, что происходит в окружающем мире. И легче всего это сделать за счёт того, что чувствительный клеток у нас находится на тех частях организма, которые больше контактируют с окружающим миром. Вот даже если вы посмотрите на своё собственное тело, то увидите, что у нас фактически все органы чувств локализованы на голове. То есть на голове у нас находятся уши, которые наслуживают, рот, которыми мы ощущаем какие-то качества, глаза, которые сообщают информацию о окружающем мире, и так далее, и так далее. То есть четыре органа чувств и свеки у нас находятся локализованы на голове. То есть первая причина, потому что голова у нас прежде всего вступает в социальное взаимодействие с окружающим миром. То есть вообще вступает в взаимодействие с окружающим миром. И таким образом это позволяет нам лучше воспринимать то, что нас окружает. И второй факт. Орган, который перерабатывает полученную информацию, для человека это головной мозг, он тоже находится в голове. То есть почему бы, допустим, мозг не расположить где-нибудь там в грудной клетке? Таким образом мы могли бы иметь возможность там сотрясения мозга получать гораздо реже, и организм человека был бы более защищенный. На самом деле вот скорость проведения нервной реакции, она тоже достаточно ограничена и подсчитана. Если бы мозг находился от других человека, то в различных ситуациях мы бы получали информацию об окружающем мире гораздо дольше, чем это необходимо для выживания. То есть расположение головного мозга в черепной коробке, собственно, в голове, позволяет нам получать информацию, помимо всего прочего, еще и очень быстро. То есть расстояние от органов чувств до головного мозга, оно максимально сокращено. Примерно по тому же пути развития, по которым уйдет человек, а изначально, когда ушли другие живые существа, таким образом органы чувств, они максимально должны быть приближены к тому месту, которое в организме отвечает за то, чтобы перерабатывать повышенную информацию. И в частности у червей, у различных молюсков и так далее, и так далее, органы чувств дифференцируются и позволяют живому существу совершать движение, главную информацию находятся на поверхности тела возле тех частей, которые с этой информацией чаще всего взаимодействуют. Следующий уровень развития это узловая нервная система. Узловая нервная система. Узловая нервная система свойственна уже живым существам более высокого уровня, но в основном узловая нервная система свойственна у нас насекомых. Чем характеризуется узловая нервная система? Обратите внимание, у насекомых нет головного мозга, и вообще как бы в голове фактически какие-то там части мозга не содержатся. То есть если на голове насекомого там пчелы, мухи, находятся глаза, то эта информация поступает не в головной мозг, она поступает во всю нервную систему, во всю психику живого существа, во всю психику насекомого. И там уже начинает обрабатываться. Узловая нервная система позволяет живому существу продолжать жить после того, как часть тела утрачена. Если вы, допустим, возьмете дождевого червя и разрежете его на две части, то вы получите два дождевых червя, которые будут продолжать жить той же жизнью, фактически не теряя какой-то самостоятельности. То есть то же самое у нас свойственно фактически всем насекомым. То есть какого-то представления о самом себе, выделяя себя в окружающем мире, то есть узловая нервная система является как раз первоословой. У зловой нервной системы свойственно цепное поведение. Давайте запишем, что это такое. Итак, особенности цепного поведения. Особенностью цепного поведения является стадийность, то есть проходит несколько этапов насекомое. Вот в качестве примера. Вначале насекомое у нас направляется к окону под влиянием обаяния. В данном случае мы говорим о том, как у нас размножается насекомое, которое откладывает свои личинки в кокон другого насекомого. Ну и за счет этого в чужих кокон вот эти вот личинки прорастают, убивают, соответственно, живое существо, которое могло выйти из кокона, и начинает жить собственной жизнью. То есть сначала с помощью обоняния насекомое находит кокон, затем при приближении к окону насекомое улавливает его зрительно. После того, как зрительно оно его ощутило, уже на основе осязания оно находит этот кокон, находит наиболее слабое место кокона, и через него пытается отложить свои личинки. То есть о чем мы можем сказать? Во-первых, есть четкие стадии, которые непосредственно связаны с тем или иным органом чувств. Связь с тем или иным органом чувств, кроме этого, позволяют еще и оценивать эффективность живого существа, то есть насколько оно там себя правильно ведет, насколько это способствует сживанию. Вот, собственно, так вот это муха размножается, то есть находит по западу кокон, затем зрительно находит в коре то место, где он находится, и после этого с помощью осязания, с помощью коконка уже непосредственно кокон откладывается. Вот это типичное поведение на стадии развития узловой нервной системы. То есть вот Багдер говорит о том, что поиск случаев происходит при посредстве какого-либо одного органа человека, при содействии других органов. То есть сравните, опять же, со своим собственным развитием психики. Для человека, естественно, возможность напрягать все органы чувств, когда мы пытаемся удовлетворить свою потребность. То есть если вы там захотите есть, пробуйте нам найти какое-нибудь кафе или еще что-то, то вы отбираетесь и на свой предыдущий социальный опыт, и на свои зрительные ощущения, и на свое обоняние, и так далее, и так далее. Следующий уровень развития после узловой нервной системы – это трубчатая нервная система. Чем характеризуется трубчатая нервная система? Появляется вместо каких-то отдельных узлов появляются нервные тяжи. Нервные тяжи – это что-то напоминающее в организме человека, естественно, головной и спинной мозг, а в организме простейших животных – это нервный тяж, который вначале, в районе головы, имеет некое уплотнение, образование, которое называется мозговым пузырем. Причем, если обратите внимание, то вот уже когда у рыб формируется этот разговор в узле, он начинает дифференцироваться на три отдела, точно так же, как он дифференцируется на три отдела у человека. У рыбы – это передний мозг, это средний мозг, это продолговатый мозг. То есть за что они отвечают? Передний мозг отвечает, как правило, за принятие решений, средний мозг отвечает за память, и продолговатый мозг отвечает за передачу и обработку первичной информации от тела живого организма. Причем, если посмотрите, вот там вот между продолговатым мозгом и средним мозгом находится мышечок. Это вот тот орган, который присутствует, как у живых существ, у которых появляется мозговой пузырь, он есть и у человека. Можечок отвечает за ориентацию в пространстве и, прежде всего, фиксирует, дает возможность ориентироваться, соблюдать какую-то координацию движения. У человека он точно так же находится чуть-чуть за продолговатым мозгом, но если так можно говорить про сложный головой мозг человека, то есть находится где-то в районе затылка. Если вы так себя немножко постучите по затылку, то у вас, значит, нет ощущения потери ориентации к пространству. То есть вот это вот легкое головокружение – это результат сотрясения мышечка, как окон, который пытается вас в пространстве дискорридировать. А я прошу сильно друг друга по голове не скучать, потому что это может перенести к травме, которые вы очень любите делать, чтобы вы не получите. Я думаю, что мне сложно вот вашему деканатуру неслить, как получилось, что у меня половина с чемпионом сотрясением головокружения. И так, трубчатая нервная система – это следующее стадие развития нервной системы, которая позволяет прежде всего, что сделать. Ребята, давайте потихоньку. Давайте успокоимся. Больше не будем, а мы выводим по голове. Так, успокоились. Итак, что позволяет сделать трубчатая нервная система? Она прежде всего позволяет централизованно получать и обрабатывать информацию из окружающего мира. Это то преимущество, которое дает трубчатая нервная система. Ну и наконец, мы когда говорим про третью стадию развития психики живых существ, говоря о поведении, мы говорим о том, что физиологической основой поведения животного на этой стадии являются процессы образования нервных связей в коре больших полушарий. Это условные рефлексы. Запишитесь вверх. Условные рефлексы опираются на образование нервных связей в коре полушарий головного мозга. То есть на стадии развития узловой нервной системы у нас живое существо по сути централизованно информацию не собирает и не обрабатывает. На стадии развития трубчатой нервной системы эта информация начинает скабливаться, она поступает в какой-то тяж, который находится во главе головного мозга, в мозговой пузырь, и там обрабатывается. Немножко позже, для того, чтобы живое существо могло лучше адаптироваться к тому, что происходит вокруг нее, оно начинает выделять себя из окружающего мира и строить свои комплексы поведения. Комплексы поведения строятся на основе образования связи, которые происходят в коре больших полушарий. Процесс образования вот этих связей называется условный рефлекс. Разработка и вообще введение понятия условного рефлекса в науку и актором теории условных рефлексов был Иван Петрович Павлов. Иван Петрович Павлов. В своей работе Иван Петрович Павлов открыл четыре базовых принципа и закона, которые касаются образования нервных связей и образования условных рефлексов. Итак, сейчас мы с вами их запишем и попробуем немножко разобрать в качестве примеров, каким образом вот эти вот условные связи у живого существа образуются. Итак, первое. Это принцип замыкания условных временных связей. Вот это, собственно, то, с чем вас знакомили в школе, это то, на основании чего вот оно появляется. То есть, по Павлову все рефлексы у нас делятся на условные и на безусловные. Ну, в качестве примера для своих экспериментов Павлов брал такое явление, как слюноотделение у собак во время питания. То есть, Павлов выяснил, что между поглощением пищи и видом пищи у животного и выделением слюны в наличии присутствует некая безусловная связь. Всегда, когда живое существо начинает есть собака, у нее начинает выделяться слюна. Что попробовал сделать Павлов? Он попробовал разработать некую систему, в которой слюна живого существа, слюна собаки, будет выделяться, не опираясь на некую безусловную основу. То есть, в основе должен стоять какой-то условный эффект. И для этого он начинает сочетать питание животного с каким-то явлением, которое происходит параллельно. То есть, в частности, в своих экспериментах он использовал зажигание лампочки. Когда лампочка зажигалась, и живое существо питалось, то в дальнейшем, когда уже его переставали кормить, просто загоралась лампочка, слюна начинала выделяться. Но это простой эксперимент, который вы знаете еще из курса биологии. Следующий принцип, который выделяет Павлов, это принцип торможения временных связей. Павлов доказал, что если мы не будем подкреплять в дальнейшем вот это вот явление загорания лампочки во время питания, то со временем этот условный эффект сугасит. То есть, если мы будем продолжать собаку кормить, но при этом лампочку не зажигаем, то фактически через несколько недель на зажигание лампочки собака уже выделением слюны реагировать не будет. Третий принцип, это принцип генерализации и дифференциации условного рефлекса. Если мы параллельно с безусловным подкреплением вводим несколько условных каких-то признаков, то есть зажигание лампочки, включение определенной музыки и так далее, то со временем мозг начинает выделять то явление, которое происходит у нас в основе, то есть базовое. А на все остальные реагировать перестает. То есть, если мы одновременно включаем музыку и включаем свет для собаки, и при этом ее кормим, то она вырабатывает условный рефлекс и на то, и на другое. Если мы при этом, допустим, перестаем подкреплять музыкой, то рефлекс образуется только на зрительное восприятие, только на наличие включения лампочки. И последний, четвертый закон, это закон взаимной индукции процессов возбуждения и торможения. Он, по сути, говорит о том, что только одна часть коры головного мозга имеет возможность в определенный промежуток времени проявлять активность. Если она проявляет активность, то все остальные явления тормозятся. В данном случае обычно приводят в качестве примера эксперимент Ухтомского. То есть Ухтомский пытался выработать выделение слуно-вделения у собаки на удары электрическим током. То есть собаку наказывают электрическим током, и она в ответ на это выделяет слуной. То есть фактически это противоположное явление, потому что выделение слуны связано с позитивными, для собачки, но никак не удара электрического тока. Что происходит у Ухтомского? Через какое-то время собака перестает реагировать на наказание электрическим током. То есть болевые ощущения у нее пропадают. Ухтомский сначала подумал о том, что, видимо, это связано с тем, что напряжение пропало, еще что-то. Но буквально через несколько секунд собака совершает актификацию. А после этого снова начинает реагировать на удары электрического тока. О чем, собственно, это говорит? О том, что центры боли, они фактически противоположны тем центрам, которые отвечают за дефекацию живого существа. Но при этом одновременно у нас могут работать только один из этих центров. Таким образом, собака для того, чтобы совершить вот эту дефекацию, она была вынуждена отпущить центры боли. И потом, естественно, вот поля, она снова вернулась. Вот данная методика у Ухтомского, она работает фактически в настоящее время. Ее используют для реабилитации людей, которые пережили тяжелую психологическую травму, там, ослужили в горячих точках и так далее, и так далее. То есть человеку такого прежде всего необходимо быть чем-то занятым. Если он постоянно поглощен в какой-то деятельности, если он постоянно что-то делает, фактически он не может переживать ту ситуацию, которая у него произошла в прошлом. Это позволяет в какой-то степени более адекватно себя мыслить в окружающем мире. Итак, вот, собственно, как у нас образовывался условный рефлекс на примере собачки Павлова. То есть это то, что он говорил об образовании условного рефлекса. Здесь поставим все это у нас на рисовке. Так, на картинке А собачка видит световое явление, у нее струна не выделяется. На картинке В она ест, и струна у нее выделяется. На картинке В она ест, и при этом сочетается безусловный рефлекс с условным раздражителем, с гоящей лампочкой, и в нее выделяется струна. И таким образом образуется условный рефлекс, когда собачку не горнет, загорается лампочка, но струна у нее все равно продолжает выделяться. То есть вот это те вещи, которые в дальнейшем лягут в основу бихевиализма и изучения поведения того направления, которое мы с вами уже проходили, основатель которого являлся Мотцин. А Мотцин, по сути, не отрицал, что вся основа бихевиализма это теория условных рефлексов Павлова. Я предлагаю сделать небольшой перерыв после перерыва проживания. Собственно, эксперимент Павлова, он проходил как-то фрагменты из иностранного фильма. Собственно, эксперимент Павлова, он проходил как-то фрагменты из иностранного фильма. Он показал, что только фрагменты в прошлом, когда их танцевал по-фрагменты. Он его ставил как-то фрагменты из-за перерыва. Но с mainly работой приезжал в раздражении. Но боль отец было возникло вези, Эксперимент не проникнула, что животные не могли видеть, что происходило. Это не связано с питанием. Это метроном. Он сочетает, безусловно или просто условно, звук метронома и удаление пищи. В первую очередь, мальчик дрыл saliva в его г-тюне, только когда пища появилась. Но после некоторых тестов, мальчик начинает связывать тикки с мальчиком. Это метроном звучит, но в эти пищи мы даем. А желудочный сок уже выделяется на звук метронома. В конце концов, мальчик сливировал так много тикки, как это было в начале презентации еды. Все! Что я говорю? Вот так вот Павлов совершил свое великое открытие. Здесь есть разные точки зрения. Кто-то говорит, что издевался над животными, кто-то говорит, что нет. Но, между прочим, надо отметить, что Иван Петрович Павлов у нас был нобелевским лауреатом, нобелевским премиемом. Кстати, он получил не за условные рефлексы, а как раз за возможность выживить вот этот шут в желудок собаки. Потому что все попытки до него проводить аналогичные эксперименты, они заканчивались смертью собаки. Но потому что желудочный сок, он истекал внутрь организма животного, и оно погибало. То есть Павлов первый, который смог вот такие операции начать проводить, за это получил нобелевскую премию. Так, ну и у нас с вами остался последний вопрос. Это стадии развития психики поли, онтиу и фабри. Итак, поли у фабри выделяется две стадии развития психики. И первая стадия развития психики – это стадия элементарной сенсорики. Запишите себе кратко, причем обратите внимание, у нас сейчас будет два слайда. Вот это первый слайд, а вот у нас следующий слайд. Первый – это стадии развития психики животных, а второй слайд – это особенности поведения у различных животных. Поэтому как-то постарайтесь на листке расположить, чтобы вы кратко могли сами для себя отметить стадию развития, уровень и особенности поведения немножко правее, свойственные для той или иной стадии. Итак, первая стадия – это стадия элементарной сенсорики, которая делится на два уровня – на низший уровень и на уровень высший. На низшем уровне стадии элементарной сенсорики для организма свойственны примитивные элементы чувствительности. Ну, по сути, здесь просто развита раздражимость. Раздражимость. И на высшем уровне стадии элементарной сенсорики мы можем говорить про наличие ощущений. Вторая стадия развития психики полиотиофабрии – это стадия перцептивной психики. И здесь мы говорим, во-первых, о низшем уровне, о высшем уровне и, в-третьих, наивысшем уровне развития психики. На низшем уровне у нас происходит отражение внешней действительности в форме образов предметов. А главный орган манипуляции – это челюсти, то есть ротовая полость. Ну, традиционно, кстати, для живых существ рот имеет определяющее значение, и, между прочим, то же самое происходит и у человека. Если вы слышали там что-нибудь про Зигмунда Фрейда, некоторые даже эссе по нему вроде уже написали, то Фрейд выделяет даже в отдельную стадию – стадию оральную. Это первая стадия развития ребенка, когда он мир познает через рот. То есть на первом году жизни основная информация о мире ребенка происходит через рот. Оральная стадия. И вот она аналогично свойственна низшему уровню стадии перцептивной психики. На высшем уровне стадии перцептивной психики элементарная форма мышления происходит. Происходит решение задачи. И складывается определенная картина мира. И наивысший уровень психики на стадии перцептивной психики – это выделение практической деятельности особой ориентировочно-исследовательской подготовительной фазы. То есть, по сути, это высшая форма мышления, на которой находится в том числе и человек. В том числе и человек. С этим слайдом разобрались. Давайте посмотрим особенности поведения живых организмов на различных стадиях развития психики. Итак, на низшем уровне. Это четкие реакции на биологически значимое свойство среды. Четкие реакции на биологически значимое свойство среды. На высшем уровне стадии элементарной сенсорики реакции на биологически нейтральные раздражители, то есть живое существо реагирует не только на то, что непосредственно связано с жизнью, но и на какие-то нейтральные раздражители. То, что непосредственно значения для выживания не имеют. На стадии перцептивной психики на низшем уровне происходит формирование двигательных навыков, ну и на этой стадии свойственно в основном защитное поведение. На высшем уровне – высокоразвитые инстинктивные формы поведения и на уровне наивысшем – выделение специализированных органов манипуляции – лап или рук. Презентацию, которую я вам сегодня вышлю, вам необходимо будет посмотреть и подумать, привести примеры живых организмов, которые бы могли соответствовать той или иной стадии развития психики. То есть всего вы видите, что в стадии развития психики две, и в каждой стадии выделяется, соответственно, два и три уровня. То есть всего пять уровней. Если подготовите, если мне пришлете ответ, то я вам, допустим, добавлю два балла максимума, чтобы у вас вот какой-то исследователь, так сказать, направление развивалось. Таким образом у нас вот реализуются стадии развития психики полиотиво и поповреживо. Кроме этого, давайте с вами отметим, проходили современные исследования живых существ, исследования стадий принятия решений. Вот какие результаты были отмечены на животных высокого уровня. То есть каким образом вообще эксперимент проходил? Представьте себе высшее существо, примата, помещенного в клетку, где ему нужно решать исследовательскую задачу. То есть обезьяна, находящаяся в клетке. Обезьяна у нас мотивированная, то есть она хочет кушать, и ей предъявляет ту вещь, которая, безусловно, является источником ее активности, то есть пищи. Допустим, банан. Банан находится высоко, и дотянуться до него обезьяна не имеет возможности. Но рядом с обезьяной лежит палка, которой она может воспользоваться для того, чтобы этот банан сбить. Что делает живое существо более низкого уровня? Живое существо более низкого уровня либо пытается там рыкнуть, либо пытается с помощью перебора, постоянных проб и ошибок прийти к какому-то выводу. Что делает обезьяна? Она изначально пытается задачу решить, решить ее не может. Она садится, думает, и в какой-то момент происходит озарение, которое в психологии называется инсайд. Вот этот инсайд позволяет ей воспользоваться орудиям труда для того, чтобы добиться цели. И, следовательно, немножко усложняет задачу, и ту же самую обезьяну помещают в клетку. Все примерно то же самое, только палки для того, чтобы сбить банан не хватает. При этом рядом с клеткой, в недоступности для руки, но с помощью палки, которая есть в клетке, находится еще одна длинная палка. То есть надо просто взять короткую палку в клетке, подтянуть ей палку, которая длинная, за клеткой, и той длинной палкой сбить банан. И здесь задача решается обезьяной гораздо быстрее. Почему так происходит? Потому что обезьяна улавливает образ действия. Решение у нее за счет предыдущего инсайда уже есть, что можно воспользоваться палкой. Поэтому второе решение приходит для обезьяны гораздо быстрее. Что происходит дальше? Следующий эксперимент связан с такой ситуацией. Палку обезьяне больше не предлагают. Но предлагают вместо палки другой предмет, который похож по форме, в частности лестницу. И обезьяна может воспользоваться другим предметом, используя его свойства по аналогии. То есть она берет лестницу, но она не забирается по лестнице, а на лестнице пытается сбить банан. Таким образом, живое существо высокого уровня может уже использовать некие аналогии. Ну и в конце концов, использование нескольких сложных предметов для достижения своей цели. То есть вот эти вот все свойства показывают о том, что психика живых существ высокого уровня, она гораздо более развита, чем у примитивных существ. Если, допустим, в бихевиаризме исследование поведения человека приравнивается к воздействию крысы, когда ее помещают, ну стандартный эксперимент бихевиаристов, крысу помещают в лабиринт, и по этому лабиринту она должна пройти и найти кусочек сыра. Если она бежит никуда, там ее наказывают током. И буквально через какое-то время, там через 10-20 проходов, крыса четко усваивает лабиринт, и она по нему пробегает, ни разу не ошибившись. Бихевиаристы говорят, что это прямая аналогия с человеком. Точно так же человек формирует свои там формы поведения, свои комплексы поведения. На самом деле, как мы видим из эксперимента Павлова и его последователей, более позднего периода, чем исследование бихевиаристов, мы видим, что приматы и вообще животные с более высоким уровнем развития мышления и психики позволяют многие задачи решать за счет касания, за счет озарения и образования некой интеллектуальной схемы. И с помощью вот этой интеллектуальной схемы вопрос уже начинает решаться. Ну вот таким образом мы, в принципе, с вами рассмотрели тему, которая была посвящена психике. Следующая тема у нас будет посвящена сознанию. В теме психика мы с вами прошли 4 стадии развития психики. Это раздражимость, это чувствительность, это поведение и это сознание. И мы разобрали, каким образом у нас психика развивается по животным. В понятии сознания мы с вами будем в следующей теме исследовать, что такое сознание, чем качественно отличается сознание человека от сознания животных. Будем исследовать строение головного мозга человека, физиологической основы сознания. И будем разговаривать о том, каким образом формируется сознание человека в зависимости от возраста. То есть, как формируется сознание, почему сознание появилось сильным протипом, какое оно есть в нашей жизни. Ко мне в перерыве подходили, спрашивали по поводу интеллектуальной схемы. Но так как вопросы достаточно типичные, я вам попробую все вместе объяснить. То есть, что у нас важно, что у вас, что не важно, чтобы у вас было в интеллектуальной схеме. Во-первых, общее количество элементов, которые вы рисуете. Вам нужно, чтобы у вас в схеме было не менее 30 элементов, это кто будет рисовать схему. Если вы не хотите рисовать схему, я вас не обязываю, вы можете спокойно сдавать экзамен. То есть, вот посмотрите сюда. Во-первых, не менее 30 элементов всего. Во-вторых, не менее 3 уровней. То есть, вот раз уровень, от него идет второй уровень, от него идет третий уровень. И третье замечание. Вы должны сделать так, чтобы у вас не только было радиальное, вот это вот, во все стороны разбег. Но кроме этого, вы должны найти какие-то общие связи между вот этими ветвящимися элементами. То есть, либо это что-то будет, ну вот в качестве примера, допустим, вы говорите о типах нервной системы, вот как мы сегодня их разбирали. То есть, вот на этой стадии вы говорите, что это узловая нервная система и так далее, и так далее, и так далее. На третьем уровне вы выводите какие-то определения. И при этом вы находите внутренние связи за счет стадий развития психики, допустим, полеонки в Бабри. То есть, вот сбоку схемы, полеонки в Бабри, те стадии, которые есть. И вы вот здесь находите внутренние связи, которые у вас сходятся вот на этой вот шкале, и при этом они сходятся к какому-то единому элементу в основе. По сути, это творческая работа, ее вот так вот спрогнозировать, вам написать, как ее сделать, очень сложно. Но обратите внимание, три элемента. Первое, не менее трех уровней. Второе, не менее 30 элементов. И третье, внутренние связи между ними. То есть, мне сдавать просто, допустим, методы психологии. Вот здесь методы, здесь тестирование, здесь аркетирование, здесь там еще что-то, еще что-то, эксперимент. По старт мне 20 баллов, я сделаю интеллектуальную схему. То есть, вы как-то отнеситесь к более серьезным заданиям. Если вы не хотите его делать, если вам это сложно, вы его просто не делаете. Потому что очень мне хотелось, чтобы вы потом меня доставали, и мне говорили о том, что вы нарисовали гениальную схему, а я ее не оцениваю. Поэтому, если для вас это сложно, вы ее просто не делаете. Хорошо? Ну что же, замечательно.